Одинокая женщина желает познакомиться. А вот как и где искать свою вторую половину, знают не все. Многие даже стесняются заявить о том, что они одиноки, а уж общение в интернете и вовсе игнорируют. Зря. Положительные примеры есть, как и отрицательные. Там был один молодой человек, который был очень навязчивый. Другой, я помню, постоянно говорил, Ну, вы знаете, мы где-то встретились в кафе, и он говорит, ну, я плачу только за себя, потому что я часто переписываюсь. В общем, на всех денег не найдешь, всех чаем угощать и тортиками. В общем, были и жадные товарищи. По-моему, были какие-то возрастные, которые предлагали денег. И все же именно на сайте знакомств Настя нашла своего будущего мужа. Сейчас у них двое детей. Чтобы и ваш интернет-роман закончился так же хорошо, придерживайтесь некоторых правил. Начнем с выбора фото для размещения. Представьте себя на месте мужчины, когда вы смотрите на свое фото. Какие у вас чувства, ощущения, какие мысли, и что бы вы хотели предложить этой женщине. Это должно быть легкое, открытое, романтичное фото, в меру привлекательное, с прямым взглядом, горящими глазами, чтобы было понятно, что женщина хочет встречи. А главное, оно должно соответствовать действительности. Никакого фотошопа и картинах десятилетней давности. Переходим к составлению анкеты. Эксперты по интернет-знакомствам советуют не рассказывать о себе все и сразу. Нужно написать о себе красиво, лаконично, цепляюще. Допустим, я крепкая женщина, люблю крепкий чай, люблю крепкие объятия и люблю такие же крепкие отношения между мужчиной и женщиной. Допустим, что-нибудь такое. Все остальное при переписке, которая, кстати, не должна длиться долго. Вот если у вас началась переписка, она продолжилась один, два, три дня, вы чувствуете симпатию, интерес, переходите к видеозвонкам, вы увидите, кто он, какой он, соответствует ли его внешность тому, что вы ожидаете. Обратите внимание на то, откуда человек звонит, ну и, конечно же, на время. Если ваш собеседник готов разговаривать только днем, это должно насторожить. Вообще, на интернет-платформах для знакомств встречаются разные люди, и нужно уметь вычислять тех, кто не соответствует заявленным анкете и фото. Самый верный способ разоблачить того человека, попросить, ну, допустим, сфотографировать, сделать селфи. Да, то есть в данный момент, в текущий момент, если что-то смущает. Не стесняйтесь и задавайте даже неудобные вопросы. Ваша задача – узнать собеседника. Задача максимум в переписке. Не рассказы о том, кто я, какая я, да, там, бесконечные, либо перечень условий, которым человек должен соответствовать, а как можно больше узнать о том, как он живет, чем занимается, как он путешествует, как он проводит свой досуг, какие у него отношения с друзьями, есть ли у него дети, жены, мужья. Конечно же, они в режиме собеседования. Это раз галочка или прочерк, нет, не мое. И главное – быть готовым к тому, что разочарования будут. Не стоит отчаиваться после первой неудачной переписки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова